Путем голосования жители всего Подмосковья на сайте Добродел выбрали 21 объект, где и была реализована программа «Светлый город». Так выглядел этот стендап в эфире, но никто не знает, сколько было дублей. Ты махни рукой! Где теперь установлено... Которым наслаждаются жители Химок в любое время. Что сказала? Вот работа журналиста за кадром. То, что всегда остается в секрете. Химки ТВ о жизни городского округа. И в плохую погоду, и в мороз, и на палящем солнце. Мы также, как и многие химчане, живем спортом. Поэтому в наших интервью действительно лучшие спортсмены Подмосковья. Мы одни из первых оценили полет Гагарина. Гагарин – команда 3 на 3 по баскетболу. Химчане сразу после возвращения с чемпионата мира, где одержали безоговорочную победу, попали в объектив наших камер. Знаю, что первые игры пришлись на ваш день рождения, а финал пришелся на день рождения тренера. Считали ли вы это каким-то счастливым предвестием? Когда у меня был день рождения, просто попросил парней, чтобы мы выиграли. Причем с баскетболом мы дружим как на паркете, так и за его пределами. Вот наши журналисты, к примеру, вместе с Алексеем Шведом, лучшим снайпером Евролиги, штурмуют детский магазин. Здесь знаменитый баскетболист помогал собраться в школу детям из малообеспеченных семей. В школе любили собаки, кого угодно, там динозаврова. Боюсь, а я люблю динозавров тоже, знаешь. Но чаще всего мы снимаем о том, как жизнь химчан делают комфортнее. Вместе с главой округа проверяем ремонт в подъездах, благоустройство дворов, реализацию многих других программ. С местными жителями дружим. Если других журналистов часто побаиваются, наших охотно встречают всегда и везде. Я не знаю, меня очень многие боятся, когда я снимаю. Нет, бояться не надо. А эти специалисты всегда по ту сторону объектива – наши операторы. Их глазами вы видите каждый сюжет Химки ТВ. Вот это вот мой талисман, который уже со мной, катается лет, наверное, семь. Мне подарили дети-сироты на Новый год и сказали, что он на счастье. Вот семь лет уже счастье приносит на съемках. Самое интересное и сложное – это найти красоту там, где сложно найти. Когда приезжаешь на сюжет, а там всего две стены, какая-то мебель такая достаточно простая, и ты должен из этого выжать какой-то красивый материал, чтобы зритель получал помимо информации какое-то там художественное удовлетворение. Съемочная группа – настоящая команда. Мы всегда стараемся друг другу помогать. Например, этот штатив весит килограммов пять. И порой на срочных съемках оператор просто не может захватить его с собой. И тогда эта ноша ложится на плечи девушки-корреспондента. А это наш редактор Алена. Ксюш, вы на съемке? Да. Давайте, удачи. Пойдемте, я вам покажу нашу редакторскую комнату, где у нас сидят все корреспонденты. Здесь, можно сказать, кухня новостей из разных ингредиентов. Это закадровый текст, стендап, разные интервью. Мы составляем большой репортаж. Порой уходит от часа до нескольких часов. И моя редакторская задача – сделать так, чтобы текст был достоверным и, конечно, очень интересным. И заключительная стадия подготовки выпуска. Задача того, чей голос вы сейчас слышите. Я Эльдар Шапибуллин, режиссер монтажа. Моя работа кадр за кадром – собрать пять минут выпуска. Кажется, немного, но для этого нужно отсмотреть до трех-четырех часов исходного материала, чтобы ровно в 19.00 вы включили Химки ТВ и узнали все самое свежее и интересное о жизни нашего города. Редактор субтитров А.Семкин